Садим отвод душителя всех намерных идей! Здравствуйте! Сегодня из нашего подсознания искореним одну огромную вредоносность, которая, как испорченный компас, заставляет наш корабль плыть в неверном направлении. Осторожно, МДС! Кто виноват и что делать? Помните, как в романе Жюля Верна 15-летний капитан, злодей, назвавшийся Негора, подложил под компас топор, чтобы компас стал неверно показывать направление, и корабль в результате приплыл не к цели, а в злодейское место. Сегодня мы вытащим этот злодейский топор и поплывем, наконец, в правильном направлении. Проблема не в законе. Проблема более чудовищная, в его названии. Ведь правильный термин – не добавленная стоимость, а добавленная ценность. Ценность и стоимость – очень разные вещи. Жуткая проблема не в налоге, а в том, что термин МДС законодательно закрепляет в корне неверный перевод слова value как стоимость. Как можно создать что-то путное, если в основе, на уровне подсознания, работающего в 200 миллионов раз быстрее сознания, расположилось неправильное понимание того, что нужно создавать? НДС скопирован с ВАД – Value Added Tax, то есть налог на добавленную ценность. ВАД особенно люб туристам, получающим при вылете из зарубежной страны ВАД рефанд – возврат налога закупленной товары. Проблема в том, что авторы термина НДС в корне неверно перевели слово value – не как ценность, а как стоимость. Различие между ценностью и стоимостью ясно определил Питер Друкер, отец науки и практики менеджмента. Ценность – это то, что получает потребитель. Стоимость – это затраты на ее производство. Писатель Оскар Уайлд также ясно указал на разницу между ценностью и стоимостью. Циник – это человек, который видит ценник, но не видит ценности. Однако в корне неверный перевод термина value, как стоимость, наносит огромный вред далеко за пределами термина НДС. Еще большая опасность – это разрастание злокачественной опухоли. А куда деваться бедным преподавателям, исследователям и журналистам, если через термин НДС законодательно закреплено, что value следует переводить не как ценность, а как стоимость. В результате этот в корне неверный перевод, распространяясь как злокачественная опухоль, автоматически переносится и на другие ключевые термины, содержащие слово value. В результате студентов учат создавать не инновационную ценность, а инновационную стоимость. Не потребительскую ценность, а потребительскую стоимость. Не цепочку создания ценности, а цепочку создания стоимости. Например, главный двигатель прорывного развития бизнеса и экономики, определенный в практической теории стратегия голубого океана – это value innovation – создание инновационной ценности. Однако, следуя законодательно заданной НДС, версии перевода слова value – не как ценность, а как стоимость. Value innovation следует переводить как создание инновационной стоимости. Само по себе это бессмысленное словосочетание. И этому созданию инновационной стоимости учат студентов высших учебных заведений, которые, закончив обучение, начнут применять эти полученные антизнания на практике. Ценность – это то, что получает потребитель, а стоимость – затраты на производство ценности. Социально-экономическое развитие идет в правильном направлении, если люди сфокусированы на создании добавленной ценности. И в неправильном, почти противоположном направлении, если люди в стране вместо создания добавленной ценности сфокусированы на создании добавленной стоимости. Этот разрушительный прием известен еще из Библии. Чтобы не дать людям построить Вавилонскую башню, Бог смешал языки. В результате этого люди перестали понимать друг друга, и строительство башни развалилось. Потом Гевельс учил – скажи ложь тысячу раз, и она станет правдой. Здесь еще и нейролингвистическое программирование, НЛП, действует. С помощью лингвистических методов можно программировать мышление людей на подсознательном уровне. В результате термин НДС, который мы ежедневно слышим или видим на магазинных чеках или финансовых документах, превращает ложь, добавленную стоимость, в правду и программирует мышление россиян на движение в неправильном направлении. В каком неправильном направлении? В направлении разворовывания и непродуктивности. Вот два наглядных примера. На строительство объекта выделили деньги. Деньги разворовали. Снова выделили деньги. Их снова разворовали. В третий раз выделили деньги. И, наконец, построили объект. В результате разворовывания стоимость возросла в три раза, а ценность осталась той же самой. И за что же в этом случае берется налог на добавленную стоимость? За разворовывание. То есть название НДС поощряет разворовывание и в конечном итоге перекладывает вкладу за него на потребителей, то есть на народ. Другой пример. Теперь стоимость строительства объекта резко выросла из-за халтурной работы, требующей частых переделок ранее сделанного. Опять. Созданная ценность осталась той же самой. А стоимость ее производства из-за переделывания резко возросла. В данном случае термин НДС поощряет халтурную работу и низкую продуктивность. И ведь этот термин, налог на добавленную стоимость, поощряющий разворовывание и непродуктивность, ежедневно программирует мышление россиян. О каком в таком случае гармоничном социально-экономическом развитии можно мечтать? Кто виноват? Кто же придумал это вредоносное название налог на добавленную стоимость? Свечку не держал. Но, думаю, это сознательная диверсия зарубежных партнеров, которые почти без затрат сумели превратить социально-экономическое развитие России в строительство Вавилонской башни. Ведь при переходе от советской централизованной экономики к рыночной, создавать законы рыночной экономики, нашим законодателям помогали западные консультанты, которым тогда в рот смотрели. Они и наконсультировали. А Дума тогда принимала новые законы со скоростью света. На обсуждение нового закона, по словам тогдашних думчан, отводилось не более трех минут. То есть думать Думе было некогда. Успевали только проголосовать. Вот и проголосовали автоматически за налог на добавленную стоимость. И с тех пор этот ложный вредоносный термин, повторенный миллионы раз, по закону пропаганды Геббельса, превратился в правду. И тогда уже на полную катушку включилось НЛП, нейролингвистическое программирование, которое с тех пор программирует россиян на подсознательном уровне на создание не добавленной ценности, а добавленной стоимости. Что делать? Если можешь изменить этот вредоносный термин на законодательном уровне на правильный, налог на добавленную ценность, сделай это как можно скорее. Понятно, что многих это выведет из зоны комфорта. Но это ведь очень плохой комфорт, отравляющий мышление и действия. Исправлять совершенные ошибки – это нормально. А вот упорствовать в них – это уже в лучшем случае глупость. Если не можешь исправить термин законодательно, прекрати его вредоносное программирующее действие в своем мозгу. Всякий раз, когда слышишь или видишь термин НДС, посмеивайся и думай. Что, вражины, думали, что я глуп и хотели своей ложкой дегтя испортить бочку меда моего мышления? Дудки, я умнее вас и легко предотвращаю вашу диверсию. Я знаю, что правильные названия не НДС, а НДЦ. Постоянно так думать не придется. Нужно лишь перепрограммировать свое подсознательное мышление, отравленное термином НДС. Обычно на это требуется 3 недели при ежедневной практике. Да, именно 3 недели практики обычно требуется, чтобы превратить сознательное действие в подсознательную привычку. Главное, как написано в древней китайской книге «Искусство ведения войны» «Знай себя и знай врагов своих, и тогда ты будешь побеждать всегда». Сегодня мы узнали еще одного врага и таким образом увеличили свои шансы на победу. К тому же, как гласит русская поговорка, нет хода без добра. Понимание того, что термин «стоимость» в официальных документах и учебниках зачастую на самом деле означает не стоимость, а ценность, помогает осваивать два ключевых навыка человека-мыслящего, лидера перемен и инноватора. Эти два навыка – критическое мышление и разрушение мешающих устоев как первый шаг в создании позитивных перемен и инноваций. Как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Теперь ты знаешь, что правильный термин – не МДС, а НДЦ – налог на добавленную ценность. Не позволяй больше вредоносному термину НДС, испортившему компас твоего корабля, заставлять его плыть в неправильном направлении. Посмеивайся над вредителями, исправь свой внутренний компас и плыви отныне в правильном направлении. Счастливого плавания! Продолжение следует... Продолжение следует...